Мурат Абдумамынов Иностранные студенты с инвалидностью В среднем обучение любого студента для вуза обходится где-то 300-500 тысяч в среднем Если мы инвалидов за рубежом будем обучать их за их посольские правительственные гранты, за их деньги Каждый вуз может получить около 6-10 миллиардов в год Мурат Усербаевич вспоминает в 90-е о потребностях именно молодых инвалидов говорили редко Он почувствовал это на себе, когда не смог видеть После травмы головы произошла атрофия зрительного нерва Нам, молодым, не нужно было благотворительный концерт, благотворительные обеды Мы считали, что это стыдно нам, молодым показывать, что мы инвалиды, мы даже скрывали свою инвалидность И старались тусоваться и двигаться только со здоровыми ребятами Тенденция того времени, начала 90-го, была такая, что получив травму, человек молодой, ставший инвалидом, уже все ему высшее учебное заведение закрывалось Это сейчас вот тенденция к развитию молодых инвалидов уже лучше стала, гораздо потеплела И решаются вопросы гораздо лучше и на высоком уровне В 1995 году Марат с друзьями основал в Таразе общество молодых инвалидов Неправительственная организация получила первый в стране социальный заказ на обучение в УЗИ для студентов с особыми потребностями На то время не было понимания и понимания сильного такого, что есть большая необходимость инвалидов обучать юридическому Тогда была тенденция просто привлечь внимание к проблемам инвалидов А мы уже на тот уровень вышли из этих маленьких проблем Сам Марат так и не смог закончить свой университет На тот момент молодой человек начал заниматься мелким бизнесом Признается, у него была цель – обеспечить себя и создать семью Их история с Айгуль о том, что человек свою любовь видит сердцем Поговорили, как дела, как этот, и все Они уехали, он даже мне ничего не сказал Через день они приехали И получается, я в Чемкенте, он в Тараз, и меня забрали Может, это судьба такая Понравились друг другу, и все Ради детей, ради женой, ради своих родителей Вот это мне нравится Он вот сказал, что сделает, он и это сделает Этой осенью супруги отметят фарфоровую свадьбу У них взрослые дочь и сын Дети восхищаются отцом Не имея возможности видеть, он многих поражает своей дальновидностью Я видел много отцов, моих друзей, людей, которые моих рядом ходят Ну, сравнивая с моим отцом, я, честно говоря, никому еще не завидел Потому что у меня самый лучший отец, хоть и не видит, чувствует все Я думаю, даже сына своего я буду учить так, как меня отец учил Уже много лет Айгуль не только спутница жизни, но и коллега Секретарь, ассистент и заместитель в одном лице Еще в Таразе они мечтали создать центр досуга для молодых инвалидов Уже почти год такой центр существует в столице Общественная организация должна создать благоприятные условия Для людей с сансимаридностью, чтобы улучшить свое Как психологическое, так и физическое состояние здоровья В центре есть спортивный зал, массажный кабинет Можно посещать компьютерные курсы Работают и преподают здесь тоже инвалиды, которые прошли специальное обучение Мурата в центре застанешь нечасто Он все больше на встречах со спонсорами или на выездных мероприятиях Благодаря помощи неравнодушных предпринимателей Члены общества могут тренироваться в боулинге, на велотреках Посещать бассейны и различные спортивные залы В идеале, рассказывает Мурат, тренировки должны быть систематическими и комплексными У него уже есть задумка Реабилитационный центр, где могли бы тренироваться и поправлять здоровье инвалиды А также профессиональные параспортсмены, в том числе из-за рубежа Многие инвалиды не могут позволить себе посещать спортивные комплексы Потому что абонемент хорошего спортивного комплекса стоит 25 тысяч тенге Моя цель, просто если люди будут с другом общаться, веселиться, радоваться, улыбаться, развивать себя Как в области знаний, как в области здоровья, как в области развития досуга И культурно-массовых спортивных мероприятий Людям будет интересно жить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин